В эфире программа «Право знать». Меня зовут Елена Григорьева. Здравствуйте. Игорный бизнес в России был закрыт летом 2009 года. Разрешены азартные игры только в особых игорных зонах, например, в Приморье или Калининградской области, где на законных основаниях работают казино. Но это вовсе не значит, что в других регионах предприимчивые дельцы не оставили попыток заработать на чужом азарте. Сегодня расскажем о незаконном игорном бизнесе в Новгородской области. Но начнем с новостей о работе региональной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудницы социально-реабилитационного центра. В июле прошлого года в детскую областную больницу с множественными травмами поступил двухлетний мальчик. Как выяснили сотрудники следствия, его регулярно избивался житель матери. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Суд вынес обвинительный приговор и назначил обидчику малыша 4 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также было установлено, что социальное сопровождение семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, не было организовано должным образом. Не проводилось посещение по месту жительства и обследование жилищно-бытовых условий. Заниматься этим должна была куратор из новгородского центра подросток. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудницы подростка, находятся на контроле прокуратуры города. В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств преступного сообщества. Фигурантами по нему проходят 4 человека. Они обвиняются в сбыте наркотических средств и психотропных веществ через интернет. Запрещенный товар распространялся с помощью тайников закладок на территории Новгородской, Псковской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Бизнес-схема была пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ОМВД в феврале прошлого года. Тогда были задержаны 7 участников преступного сообщества, у которых полицейские изъяли свыше 7 килограммов запрещенных веществ. Посредством электронных платежных систем злоумышленники получали цифровую криптовалюту, заработанную ими на торговле запрещенными веществами. После чего на интернет-биржах обменивали ее на рубли и затем переводили деньги на свои счета. Таким образом, драгдилеры получили незаконный доход на общую сумму порядка 900 тысяч рублей. В настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается. Им грозит ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. Прокуратура Новгородской области и Следственный комитет проводят проверку по факту гибели двоих детей в Боровическом районе. Трагедия произошла в деревне Перелучи. Два девятилетних мальчика, одноклассники из Перелучской школы, не вернулись после уроков домой. Спустя некоторое время их тела обнаружили в пруду. По предварительным данным, дети погибли от утопления. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Тела детей направлены для проведения судебно-медицинских экспертиз для выяснения точной причины смерти. Прокуратура проверит, как организован образовательный процесс в Перелучской школе, а также даст оценку деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Создатели незаконного и горного бизнеса – мастера маскировки. Свои клубы, которые работают обычно под покровом ночи, выдают за интернет-кафе, лотереи, ночные увеселительные заведения или биржи. Сотрудники правоохранительных органов периодически накрывают целые сети подпольных казино и клубов с игровыми автоматами. Но ликвидировать их полностью не удалось до сих пор. В январе этого года в Великом Новгороде правоохранители накрыли сразу две точки, где были организованы незаконные азартные игры на проспекте Мира и улица Большая Московская. Следственный комитет тут же возбудил уголовное дело, фигурантами по которому проходят сразу 14 человек. От организаторов до администраторов всех, даже тех, кто работал один месяц или два месяца, все установлены, все задержаны. И в отношении них была применена мера посещения в виде заключения под стражу. По версии следствия, главный организатор подпольного казино развернул деятельность еще в 2016-м. Игры проводились с помощью специального оборудования – автоматов и компьютеров с использованием сети интернет. По предварительной оценке на азартных клиентах участники организованной группы заработали больше 143 миллионов рублей. У них есть определенные инструкции, которые они применяют в случае, если сотрудники правоохранительных органов интересуются или приходят с какой-то проверкой их деятельности. Что и произошло в январе этого года, когда они стали сразу же на месте происшествия уничтожать какие-то улики, то есть действовать в рамках этих инструкций. По местам жительства организаторов были проведены обыски. Оперативники рассчитывали найти игровое оборудование, но их ждал сюрприз. В своих квартирах злоумышленники прятали и кое-что более интересное и опасное – боевые гранаты, огнестрельное оружие и патроны к нему. Пока подозреваемые находятся под стражей, следователи продолжают работу. Обстоятельства дела устанавливаются, идет сбор доказательств. Ход результаты расследования прокуратура региона взяла под свой контроль. Ожидается, что к закономерному итогу в виде рассмотрения в суде скоро подойдет и расследование еще одного дела о незаконном игорном бизнесе. Деятельность организованной преступной группы была раскрыта летом прошлого года. Фанатов азартных игр принимали в закрытых клубах в сразу нескольких городах Новгородской области. В настоящее время установлена причастность к совершению преступлений на территории Великого Новгорода, города Сальцы и Валдай, 15 человек. Им предъявлено в настоящее время обвинение по статье 171 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации и по статье 210, это преступное сообщество. Те, кто выполняли менее, скажем так, значимые роли, такие как администраторы или технические какие-то работники, а мне привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 210, это как участие в преступном сообществе. Что же касается судебной практики, с 2012 года в Новгородской области был вынесен всего один приговор по делу Виталия Малякина. При городе Новгорода он нашел помещение, которое превратил в мини-Лас-Вегас. Скучающие по уютным вечерам в казино благодарные клиенты играли там в карты, делая большие ставки. Снастил его игровым оборудованием, столами для игры в покер, картами, фишками, нанял соответствующий штат сотрудников и, собственно, там в нарушение законодательства Российской Федерации велась игорная деятельность, а он извлекал из нее доход, получая процент, скажем так, от каждого сеанса игры. С каждого покерного банка хозяин крохотного нелегального казино получал от 3 до 5 процентов и в итоге незаконно скопил больше полутора миллионов рублей. Новгородский районный суд в отношении Виталия Малякина вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде штрафа. А позже еще один иск был предъявлен прокурором о взыскании с предприимчивого Малякина всех незаконно полученных доходов в пользу государства. Отметим, что во время суда над Виталием Малякиным в кодексе четко было прописано, для наступления уголовной ответственности преступник должен преодолеть порог дохода от работы казино в полтора миллиона рублей. Иначе наступала бы ответственность административная, а значит, менее жесткая. Но поскольку установление размера дохода чуть ли не самая сложная часть расследования, злоумышленникам легко удавалось уйти от строгих санкций. Число подпольных казино в стране росло. В 2015 году законодатели обратили на это внимание. Теперь уголовная ответственность не зависит от суммы, найденной в карманах и сейфах организаторов нелегального игорного бизнеса. Достаточно самого факта организации проведения азартных игр в нарушении федерального закона. Вместе с тем квалифицированные составы, часть вторая, часть третья, они уже предусматривают такое отягчающее обстоятельство, как извлечение крупного, особо крупного размера. При наличии такого признака преступление уже будет считаться средней тяжести или тяжким. Следовательно, ужесточается и санкция, увеличивается штраф и срок лишения свободы. Участникам организованной группы по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» может грозить до шести лет в исправительной колонии. Некоторые злоумышленники свои игровые автоматы даже не прячут. Ставят прямо в торговых центрах и супермаркетах, открывая свободный доступ. Азартные клиенты оставляют там десятки тысяч рублей, пополняя карманы преступников. Сегодня ответим на вопросы телезрителей, что делать, если жалобу на игровой автомат в супермаркете полиция проигнорировала, и как действовать, если вы сами стали соучастником по делу о незаконной игорной деятельности. В одном из супермаркетов увидела игровой автомат, сообщила в полицию, дала показания. Но через месяц мне сообщили, что хозяев автомата найти не удалось, дело возбуждать не будут. При этом сам автомат из магазина увезли, но через неделю на его месте появился другой. Как можно поступить, если полиция бездействует? В данном случае действительно речь может идти о бездействии органов внутренних дел. Поэтому вы вправе подать жалобу на должностных лиц вышестоящему руководителю или в прокуратуру, областную либо по месту жительства. Моя родственница работала в одном из игровых клубов. Недавно там прошли обыски, хозяев задержали. Полицейские опросили сотрудников и пока отпустили. Может ли ей грозить какое-то наказание? Осуществление незаконной игорной деятельности подпадает под признаки преступления по статье 171 прим. 2 Уголовного кодекса. И в отношении вашей родственницы может быть возбуждено уголовное дело. Поэтому рекомендую обратиться в региональное следственное управление Следственного комитета с явкой с повинной о совершенном преступлении. Далее при вынесении приговора это будет учитываться как обстоятельство, смягчающее в вино. На сегодня все. Мы увидимся ровно через неделю в это же время. Берегите себя и не позволяйте никому безнаказанно нарушать ваши права. До встречи!